Шалом, друзья, с вами как всегда я Майор. Сегодня мы разберемся о том, как же сделать так, чтобы когда вы играли, у вас не нагревался телефон. А я больше не смею тянуть, прожимай лайкос, пиши комментоз, а мы погнали в видос. А спонсор этого видео группа Free Fire, у них работает бот, в котором вы сможете совершенно бесплатно получить настройки почти что на любой телефон. Там реально спешит все телефоны, кому это интересно, пишите им и получайте свои настройки. Ссылка на бота в описании. Первый совет, это вам нужно выстроить свой распорядок дня так, чтобы вы не играли на зарядке, потому что на зарядке греется вообще прям любой телефон. Даже специальные телефоны для игр все равно греются, так что этого никак не избежать. Да и плюс во время зарядки неудобно держать свой телефон, потому что рукам мешают провода, торчащие из разъема. Так что играть, когда телефон не нужно заряжать. Второй совет, это не играть на мобильном интернете, потому что использование интернета это самый энергопотребляемый процесс в телефоне. И, соответственно, телефон будет дичайше нагреваться, очень мощно. Это, надеюсь, понятно. Лучше играть на Wi-Fi. На Wi-Fi нагревается телефон раза, наверное, в три, даже меньше. Третий совет, это вам нужно отключить ненужные фичи по типу там GPS, Bluetooth и так далее, которые вам не нужны. Четвертый совет, тебе нужно закрыть все фоновые приложения. Это, я думаю, очевидно и понятно. Пятый спорный совет, касаемо чехла. Видел видео, где автор говорил, что нужно играть без чехла, потому что так телефон типа будет меньше нагреваться. Но, как-то раз я смотрел видеоэксперимент насчет этого, и там выяснилось, что от обычного силиконового чехла телефон нагревается больше примерно всего на 5, там где-то процентов. Так что это вообще особо не влияет. А еще плюсом сейчас у 90% людей чехлы надеты те, которые идут в комплекте с телефоном. А эти чехлы разрабатывает та же компания, что и телефон. Соответственно, стоит предположить, что они, наверное, это все предусмотрели. Наверное, так. Нет? Мне кажется, так. Но есть еще одно но. Возможно, вам приятнее касаться теплого материала вашего корпуса. Именно вашего корпуса. Тут, то есть, вы уже подбираете по своему удобству, что вам приятнее держать в руках. Это может быть теплый чехол из силикона, или может быть сам ваш телефон. Потому что материалы сейчас для телефонов очень-очень разные. Телефоны сейчас бывают пластиковые, железные, керамические, стеклянные. Очень разные. Так что сравнивайте, попробуйте, поиграйте. Может быть, вам понравится. И шестой бонусный совет от меня. Может быть, кто-то хотел узнать, какой же телефон меньше нагревается. При выборе телефона смотрите на его техпроцесс. Для этого вбейте в поиск техпроцесс и нужный вам телефон. И чем меньше техпроцесс, тем лучше. Я даже объяснять вам ничего не буду. Просто, ребята, запомните. Чем меньше он, тем лучше. Окей? Например, у меня это 7. 7. На данный момент вроде бы прям самый топ. Пишите в комментариях у вас телефон и какой же у него техпроцесс. На этом на сегодня все. Было полезно тогда, пожалуйста, прожимайте лайк. Делитесь этим видео со своими друзьями. Я уверена, они будут очень рады узнать о такой информации. А с вами был Майор. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok